всем добрый день меня зовут ольга вы на моем канале на канале о рукоделии на сегодняшний день мы с вами по-прежнему пока разговариваем только о вязании и сегодня я бы хотела подвести итоги итоги уходящей недели и получится что захвачу итоги месяца потому что ну нечего мне прям разглагольствовать на целое видео до о готовых работах так получилось что все готовые работы я вам этого месяца покажу буквально в последних двух видео под названием связала вижу что планирую связать в общем вот и это получается часть 2 и завершающий этот месяц месяц у нас на дворе сентябрь 2019 года и я покажу вам что мне удалось связать за ушедшую так скажем неделю до что на какой стадии у меня находятся все мои процессы также подведу итоги что купила сколько купила сколько извязала вот и что планирую наверное да немножко захватим наши планы мои планы вот если вам интересно оставайтесь со мной и давайте начнем начнем мы с вами пожалуй с готовых работ это самое интересное на мой взгляд и да кстати я экспериментирую со светом как раз скоро да у нас уже совсем не за горами зима и соответственно световой день будет короткий и не всегда солнечный поэтому снимать иногда мне кажется придется вот при таком освещении заодно напишите мне пожалуйста в видео под видео вернее в комментариях как вам такое освещение и я так думаю что я все-таки в редакторе вытяну немножко свет для улучшения картины так скажем вот и начну я с готовых работ готовые работы смотрите какие они у меня замечательные это носочки сыну я первый раз вязала из носочной пряжи но собственно в этом месяце я и купила эту носочную пряжу и это у нас с вами ализе супервош ну кто не первый день на моем канале тот знает что я к ализе очень ну так не очень отношусь вот но хочу сказать что носочные пряжи вот этот супервош мне очень понравилось мне понравилось не из нее вязать и понравилось изделие и после вто и и после носки то есть у меня это изделие эти изделия маленькие да две пары носков стирала в машинке с детской стиркой да и стирала наверно раза три уже так получилось что просто они вот как раз высохли и я снимаю видео ну какая же красота правда я тут еще старалась чтобы пяточка к пяточке совпал узор ну то есть отматывала моток для того чтобы совпал узор но мне так хотелось себе бы я наверно связала полосатые разные у меня еще пряжа осталось здесь значит характеристики 420 метров на 100 грамм цвет этот кто его знает какой тут цвет 2701 у меня мне эта цветовая палитра понравилась именно в носочки для носочка для сына но уже вот в смотаном виде такого рода матки как ализе да который продолговато я всегда сматываю мне так удобнее вот и он в палитра выглядит вот так цветовая в общем и целом не пряжу очень на самом деле понравилось и я буду из нее вязать и скорее всего в ближайшее время как только у меня появится такая возможность я закажу в совместные закупки так просто два раза дешевле чем хотите купить в обычном магазине у нас вот другое другую расцветку какую-нибудь тоже веселенькую и свяжу себе носки тонкие но очень теплые эту эту же пряжу остаток пряжи я трогать не буду здесь у меня осталось еще 50 грамм то есть еще получается на две пары носков малыш во-первых растет а во-вторых я решила что вот эту вот пряжу я оставлю по потребности ну то есть вернее даже не 50 грамм у меня же еще есть отмотыш я так думаю что у меня грамм 55 60 здесь ну то есть малыш во-первых ножка растет а во-вторых если вдруг потребность появится да я свяжу еще потому что я думаю что эти носочки будут очень хороши именно подобных зимой так как здесь большая часть натурального состава до 80 процентов если я не ошибаюсь они от 75 процентов шерсти то есть вот такие вот у меня носочки и извязана у меня 50 грамм но соответственно куплено 100 да дальше что у меня есть еще из готовых работ все вы помните эту шапочку я ее показывала в прошлом видео то есть это готовая работа прошлой недели обычная шапочка тыковка но я обещала снять небольшой обзор по уже готовому комплекту я это обязательно сделаю в самое ближайшее время я так думаю что вот вот на днях она и выйдет и я связала к этому к этой шапочке в комплект вот такой вот сунду затевалась конечно всего лишь вот это вот полоса как интересно показываю правда так затевалась всего лишь вот эта полоса да эти две полосы но я понимала что у меня серой пряжи на полноценный сунду не хватит и поэтому я решила здесь поиграть в полоски поэкспериментировать вот и у меня получилось вот такое вот изделие кстати это полотно пока не стирано связано это полотно вернее это изделие из бобинной пряжи это стопроцентный меринос который не раскрывается который гребеной меринос кардонета у кардонета там есть несколько артикулов мериноса да и вот есть несколько цветов которые не раскрываются а есть это которые раскрываются вот коричневые у меня раскрылись планирую носить вот так. Я специально не стала уводить вот эту ступеньку небольшую. Кстати говоря, вот в этом мереносе, потому что этот меренос похож на хлопок. Вот с ним очень сложно работать. Он прекрасно ложится в изделие. Вот эту вот часть лицевую, когда я взяла, я прям наслаждалась. Эти два изделия пока не стираны. Я все-таки надеюсь на ВТО, что здесь немножко выровняется. Я пыталась сделать без ступенчатую вот эту вот полосу. Она практически у меня получилась. Ну вот очень хорошо это получается на пряже обычной, короче, шерсти, картной. А вот именно как на хлопке в меренос, который не раскрывается, очень хорошо видно на камере. Но в жизни, конечно, это не так заметно. Я все-таки надеюсь на волшебную силу ВТО. Ну и это, конечно, не лицевая сторона. Вы понимаете, что это бок, потому что вот эта вот часть я планирую носить вот так. То есть, чтобы вот эту вот полосу было немножко тут вот видно. Причем этот снуд можно носить как в эту сторону, так в другую. Что еще произошло? Если вы заметите, то здесь резинка 1х1, а здесь резинка 2х2. Почему? Потому что именно в красном цвете резинка 1х1 ведет себя отвратительно. То есть, если бы я шапку начала вязать резинкой 1х1, скорее всего, я бы ее просто распустила, потому что ну я не знаю, с чем сравнить. Она, знаете, как сопелька вот прям вот ну вот расширяется, обратно не собирается. Резинку 1х1 эта пряжа абсолютно не держит. Поэтому я решила, что я вернее, я распустила эту красную часть и сделала резинку 2х2. Вообще, почему я решила изначально сделать резинку 1х1, здесь я понятия не имею. Вот. В принципе, можно и для... Если бы я была вот этим перфекционистом, я бы, наверное, разрезала и распустила эту часть и довязала бы ее резинкой 2х2. Но так как пряжа очень сложная в плане прятания кончиков, прям вообще вот до невозможности. А у меня нету этого волшебного клея, который бы склеивал кончики, да? Ну, потому что я из хлопка практически не вяжу. А со всякой остальной, вернее, с остальной пряжи, которая у меня есть, у меня таких проблем вообще не возникало. Ну, вот, знаете, на мой вкус и цвет очень даже получился комплект ничего. Вот. И этот комплект можно связать как мальчику, так и девочке. Мне кажется, цветовые решения просто меняем и все. Кончики спрятаны, нить не обрезаны еще в шапке. Я хочу постирать и потом уже обрезать. Вот. Так что вот такой вот у меня получился комплект. Мне очень нравится. Да, я понимаю, конечно, что вот эти все новомодные шапки, они не всем идут, в том числе и мне, наверное, не совсем идут. Но вот мне хочется побыть еще красивой, молодой, задорной, да, пока, ну, как бы, шляпы я еще успею поносить. А вот я не думаю, что такую шапку я надену в 50 лет или в 55. Поэтому в свои 30 с хвостиком я все-таки пока себе могу позволить. Ну, хотя, не знаю, может быть, на самом деле я и выставлю на продажу этот комплект, а может быть, он у меня полежит, у меня растет сынишка. Я думаю, это такие брутальные мужские цвета. Прям вот вообще идеально. Тем более, несмотря на то, что это гребеной, меринос, это 100% натуральные продукты. Вот так вот. Мне очень нравится. И, значит, если говорить по граммам, что у нас здесь? У нас здесь нут 120 грамм весит, а шапка весит 75 грамм. Да, 75 грамм. Это все готовые работы, которые у меня получились на этой неделе. Я очень хорошо продвинула две работы, которые у меня в процессах. Сейчас я вам их тоже покажу. Это мой долгоиграющий процесс, который я особо не тороплюсь, потому что лето закончилось, до следующего лета еще далеко. И даже это не офисный стиль, несмотря ни на что. Я планирую короткий рукав. Мне вот очень хочется сюда короткий рукав. Это больше эксперимент по пройденному материалу. Я уже говорила, что я у Виктории Вики Стрикс я, наверное, подпишу или оставлю ссылку в инфобоксе на нее. Она проводит интенсив по круглым кокеткам. И круглые кокетки для меня это боль и печаль. Я даже сесть и изучить материал не хотела, не знаю почему. Но мне подача материала у Виктории очень понравилась. Я прям сидела, кивала, я все понимала. теория 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 практика практика практикой. И в общем я та еще звезда. Если вам интересно, я тут снимала недавно тег, выпустила предыдущее видео, тег Алина вяжет. Там как раз я и рассказываю про то, какая я вязальщица, как я отношусь к образцам, как я отношусь вообще к построению моделей, какие у меня бывают ошибки. В общем, кому интересно, можете пройти посмотреть, там часовое видео, прям подвязание очень даже, мне кажется, ничего. В общем, вернемся к нашему изделию. Здесь я ушла уже далеко за подрезы, вывязываю второй моточек. И как всегда я ничего не помню, это Троицкая фабрика, Калипсо, цвет водопад. Мне по крайней мере пока очень нравится, но я не примеряла, я прям чуть ли не боюсь, можно сказать, этого изделия. Я думаю, что я сейчас довяжу вот этот моток и сниму на дополнительную специю, еще дополнительную леску и примерю. Вот это будут уже новые впечатления по данной работе. И я ее немножко продвинула, как вы видите, за эту неделю. То есть я здесь никуда не тороплюсь, это знаете, когда я снимаю болталки, там сплошная лицевая гладь и вязать ее очень приятно. То есть изделие само небольшое получается. Дальше я продвинула неплохо свой проект и уже видите, в другую проектную сумку я его сюда разместила и этот проект я заморозила. Почему? Потому что у меня закончилась пряжа, практически закончилась и я жду посылки. Даже получилось, что посылки, знаете, как, мне моя подписчица выслала посылку с этой пряжи и я до того, как она мне сказала, что отправит эту посылку, я в одном магазине, я вам даже рассказывала, по-моему, в прошлом видео, жаловалась на то, что магазин мне так и не ответил по поводу доставки по почте. Они мне посчитали по СДЕКу, это было очень дорого. И, в общем, они мне ответили по почте, сколько будет стоимость доставки. Получилось в два раза дешевле. И, ну, так как я уже вела переговоры по поводу этой пряжи, я понимаю, что это очень культурно, да, и без того я заказываю всего 200 грамм, я обычно так не поступаю. Если уж я сделала заказ, значит, я его и оплачиваю. Если не пришло мне письмо ответное, которое я жду, да, с счет, ну, значит, могу я подумать. Обычно я стараюсь не кидать, так скажем, магазины, даже с маленькими поставками, хотя для них, наверное, это несущественно, но вот я такой человек. И поэтому у меня пряжи получится больше, чем мне нужно, наверное, или я смогу развернуться, знаете, прямо вот в кардиган, в пол. Ну, в общем, смотрите, что здесь. Здесь я вывязала сколько у меня было в маленьком моточке, да, и получается, что ушла далеко, ну, не так уж и далеко, на самом деле, ушла вниз. То есть, здесь я жду, теперь пряжу довязать изделие до нужной мне длины, и получится, могу сделать даже широкие рукава. Широкие, как я и хотела, знаете, ну, прям вот, полноценное будет изделие, и даже, быть может, я действительно, ну, у меня есть еще одна задумка, если пряжа действительно придет одинаково, ее будет много, есть у меня еще одна задумка под эту пряжу, мне кажется, будет тоже прекрасное изделие. В общем, посмотрим. Вот так бывает, что думаешь, что не найдешь бобинную пряжу спустя некоторых, ну, у меня еще есть, кстати говоря, тут совсем немного, но я бы, может быть, еще сантиметра три бы связала, но я не хочу, потому что я вяжу в две нити, мне будет удобнее, мне придет бобинка, да, и мне будет удобнее в две нити вязать с двух бобин, поэтому я этот процесс пока заморозила, и, естественно, я это все не считаю в этот месяц, просто потому, потому что это все пока вот на стадии процесса, когда будет готовая работа, еще неизвестно, то есть я жду пряжу. Этот процесс вообще заморожен, заморожен временно. Я, конечно, так делать очень не люблю, но обстоятельства так складываются. В общем, это пока два процесса у меня на спицах, и больше у меня пока ничегошеньки нет. И давайте подведем итоги уходящего месяца в граммах, да, то есть я же веду свой собственный марафон, все же помните, ведь правда, купил пряжу, свяжил, сразу называется марафон, через хэштег, можете присоединяться, можете делиться своими эмоциями в инстаграм, можете снимать видео, если вы блогер, если вам тоже интересна эта тема, тема минимализма, наверное, в том числе, то есть я стараюсь не покупать лишнюю пряжу, я стараюсь покупать ту пряжу, которая мне нравится, и которую я бы хотела вязать сразу. Ну, конечно, иметь в запасах на 2-3 проекта пряжи, это мне кажется очень даже хорошо. Вот, значит, я в этом месяце извязала 749 грамм пряжи, то есть это еще я сюда включила свитер серый мужа, который я в основном вязала в прошлом месяце, но завершила в этом, но зато в этом месяце я другие проекты вязала, которые не включаю в этот месяц, поэтому мой подсчет идет вот таким вот образом. Значит, свитер мужа, шапка, тыковка, носки, сына 2 пары и снуд. И вот два у меня процесса, которые я не считаю, да, хотя вязала ведь, ну, много. Вот, значит, 749 грамм извязаны и куплено 340 грамм. То есть это, что у меня осталось? У меня осталось, получается, вот эта вот бобинка, которую я брала на недостающую пряжу по свитеру мужа, да, вот, это графитовый, такой черно-графитовый меланж в составе меринос. Вот, меланжевый меринос, тут 120 грамм, это прекрасная, мягкая, наимягчайшая пряжа, вот, и я пока не знаю, что я из нее свяжу, быть может, что-то сыну. Ну, он у меня пока не носит, на самом деле, вязаные изделия. Я очень хочу попробовать связать ему шапку с ушками. Посмотрим. Ну, не факт, что из этой пряжи. В общем, мне надо подумать, что из нее связать. Пряжа прекрасная. И по правилам моего собственного марафона, получается, что я покупаю пряжу в этом месяце и должна ее извязать или начать из нее вязать в следующем месяце. В этом или в следующем месяце. То есть, у меня на октябрь вот уже есть прекрасная пряжа. Осталось только придумать и задумку, да, под нее какую-то изделие саму надо придумать. 120 грамм это не мало, это вполне достаточно. Вот, дальше. Я покупала, значит, носочную пряжу Ализе. Она у меня была в работе. Часть уйдет в запас. Ну, это такой нужный, мне кажется, запас, который вот необходим, да, вот резко мне нужны будут носки, но я не знаю, протрутся или еще что-то. Ножки вырастут и я просто достану из запаса и свяжу очередные носочки прям махом, буквально там за вечер, за два. Вот. Дальше у меня была куплена пряжа кардонета, вот эта вот серая, которой мне не хватало на свитер мужа. Я ее докупила 120 грамм, там у меня ушло совсем немного, да, на свитер недостающие пряжи и получается, что у меня осталось и остался вот на эту цену. То есть, эту пряжу я просто уже извязала. Из всего, что куплено, это все. То есть, 340 грамм я купила в этом месяце. Ну, вот не считая той пряжи, которая сейчас мне идет, да, красного вида, но в этом месяце я ее не получу, значит, буду считать в следующий месяц. Вот. И это, значит, один проект, который со мной идет в октябрь. Ну, это тут надо сильно подумать. Так, дальше. Что еще? Планы. Конечно же, мы любим составлять планы. В планах у меня получить пряжу и довязать, значит, кардиган вот этот твидовый. Потом немножко продвинуть хотя бы на еще один моток кокетку, потому что мне очень интересно, как она получится. Но опять же, тут вопрос спорный. Сейчас я довяжу и примерю ее на себя. Ну, пойму вообще, да, не промахнулась ли я и насколько промахнулась и с какого момента мне нужно перевязывать, если что. Вот. И еще один тайный процесс, о котором мы с вами сейчас тоже узнаем. Как вы помните, в прошлом месяце я в итогах месяце, если вы смотрели, если нет, проходите, пожалуйста, смотрите. Там тоже есть готовые работы, зачатыши этих процессов, все интересно, правда. Ну, по крайней мере, мне интересно. Вот. И там я крутила рулетку. Рулетка подразумевает, что на всю имеющуюся у меня пряжу, кстати говоря, я здесь вам оставлю наверху ссылку на видео с пряжей. Это вся пряжа, которая у меня есть на сегодняшний день, которая не в процессах, да, не задействована. На сентябрь у меня была ревизия пряжи, я ее на зимовку в квартиру перевозила, вот, за балкона. Так, и значит, из всей имеющейся пряжи я подготовила для себя, ну, так, накидала несколько проектов. Например, есть у меня пряжа, да, под него какой-то я видела проект и это все я накидала, значит, и распределила по этой рулетке и крутила эту рулетку и при помощи именно этого выбора у меня как раз выпал тогда этот красный твит. И я должна была его задействовать в работу. Этот твит у меня лежал 10 месяцев, то есть, представляете, он бы, может, пролежал бы еще год, быть может еще год, еще год, ну, не знаю. Не для этого, мне кажется, мы покупаем пряжу, правда же? Мы же, ну, когда мы ее выбираем и покупаем, мы же думаем, что мы вот будем из нее точно вязать и самое ближайшее время, а получается, как получается. Ну, в общем, я ни о чем не жалею, я не жалею, что именно эта пряжа мне выпала именно сейчас, потому что, видите, так получилось, что я смогла ее найти. Ну, еще какие оттенки придут, проверим вместе с вами, я все вам покажу и расскажу, когда придут посылки. Вот, и я ни о чем не жалею, что именно сейчас выпала эта пряжа и у меня была возможность найти недостающую пряжу. А если бы она у меня еще год-два пролежала, ну, не факт, наверное, да, поэтому я вам тоже советую придерживаться какой-то такой, знаете, игры, быть может, да, что если вы покупаете пряжу, вы стараетесь в самое ближайшее время и с нее повязать. Ну, понятно, да, что задумать изделие и начинать вязать, потому что в ходе вязания может получиться так, что вам не хватает пряжи. Вот, и значит, про рулетку. В этом месяце я тоже кручу рулетку. Внимание на экран. Значит, запускаю ту же самую рулетку, пока ничего не меняла. Там даже фигурирует этот же самый красный твит. Вот, но что выпадет в этом месяце? Давайте посмотрим. Та-да-да-дам! И в этом месяце у меня выпадает замечательная пряжа, которая тоже лежит у меня уже очень давно. Я так думаю, что... О, сейчас я вам покажу, как красиво блестит при этом свете. Эта пряжа у меня лежит с марта месяца, по-моему. Я все порываюсь из нее что-то повязать. Каждый раз у меня новые проекты, новые думки на нее. И вот все время она как-то уходит на дальний план, потому что у меня появляются какие-то новые задумки под более новые проекты, более новую пряжу или более старую пряжу. В общем, и представляете, она у меня выпала. Я даже под эту пряжу, она тонкая на самом деле, хотя тут переплетена, прям-таки плотно переплетена нитью с пайетками. Очень она красивая. Она прям шикарного, богатого цвета. Вот. И я к ней на самом деле покупала вот такой вот подмот, махер. Вот. Не знаю, как я буду вязать. Я сейчас в ближайшее время, в ближайшие дни сяду и свяжу образцы. То есть, я попробую соединить эти две позиции. Если нет, конечно, я могу в любое время их разъединить. Тут тоже достаточно пряжи на полноценное изделие. Поэтому, смотрите, я попробую их поженить, посмотреть, не сильно ли утопнут эти пайетки. Если пайетки утопнут сильно, тогда я подумаю. Либо вязать на тройке слабо, либо вязать там, я не знаю, какой-то резинкой, либо связать наоборот изделие из вот этой пряжи, а под эту пряжу снова искать подмот. Ну, потому что мне не хочется ее топить во что-то, да, мне хочется, чтобы оно играло, оно изделие само по себе, ну, вы видите, да, как оно мерцает красиво на камере. И мне бы хотелось чтобы это мерцание было и в жизни. Вот, махер может немножко утопить и поглотить. Не факт. Опять же, поэтому в самое ближайшее время на моем канале появится видео, в котором я расскажу именно эмоции по как раз-таки сочетанию различных фактур, да, получается в данном случае. Здесь сочетание пряжи, вернее, шерсти акрила, здесь сочетание махера акрила, ну, то есть не сильно будет такой богатый состав, но может быть изделие получится классное. Вот, есть у меня небольшая задумка, последняя задумка, вернее, да, которая была у меня из всех возможных, которых я тут не придумывала, но что из этого получится, какое изделие я начну вязать, мне кажется, будет зависеть от образца, от моего настроения, от моей насмотренности, потому что я снова загляну в свою папку с хотелками, посмотрю на свои сохраненные видео по обзорам каким-то, да, по ютуб, на ютубе, быть может, что-то уже выберу готовое, что девчонки уже связали, предлагают, ну, расскажу вам, в общем, откуда я взяла идею, если это будет чья-то идея, а не моя, или моя собранная из нескольких идей, в общем, не знаю, у меня пока тут, я просто рада, что эта пряжа выпала, что у меня есть, вот прям, вот осознанная возможность, да, повязать именно из этой пряжи, потому что, если бы она у меня не выпала в рулетку, скорее всего, я бы взяла в работу чернильный меринос, ну, вот он у меня вообще очень давно лежит, прям очень, это самое старое пряжа, старое в плане покупки, да, в моих запасах, и я бы хотела из нее повязать, хотя понимаю, что цветовой день короткий, вязать я из темной такой пряжи смогу не так часто, но тем не менее, я в прошлом году в такое же время, где-то, да, приблизительно плюс-минус вязала свой черный кардиган, ничего, справилась, но нет, в этот раз у меня выпадает эта пряжа, и значит, в работу я беру ее, все, судьба определила, случай, вернее, определил судьбу именно этой пряжи, вот, ну, а что из этого получится, вы узнаете в самое ближайшее время, и на этом, дорогие друзья, у меня все, я желаю вам хороших выходных, хорошей погоды за бортом, давайте уже ждать первого снега, я думаю, вязальщицы ждут первого снега, по крайней мере, я, я жду, для меня это мой сезон, сезон вязания, сезон шапок, сезон вязанных вещей, в общем, всем хорошего настроения, всем, до скорых встреч, пока-пока, пока-пока.